Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В связи с ликвидацией Федеральной миграционной службы, кто теперь реализует полномочия в сфере гражданства? В настоящее время реализация полномочий в сфере гражданства занимается подразделением органов внутренних дел. На территории Рязанской области лица, желающие приобрести гражданство РФ, могут обращаться в подразделения по вопросу миграции, по месту своего жительства, пребывания, либо по месту фактического проживания. А также по всем интересующим вопросам, касаемых приобретения гражданства РФ, они могут обращаться в управление по вопросу миграции у МВД России по Рязанской области, которая находится по адресу город Рязань, улица Ленина, дом 59. Давайте сейчас немного уточним, немножко больше информации дадим зрителям, всем, кому сейчас необходимо узнать, как все-таки можно приобрести гражданство РФ в общем и целом. Вопросы приобретения гражданства РФ регламентируются целым рядом нормативных правовых актов РФ, в том числе международными соглашениями. Основным нормативным правовым актом является Федеральный закон о гражданстве РФ от 31 мая 2002 года, номер 62, согласно которому основанием приобретения гражданства РФ это приобретение его по рождению, в результате приема в гражданство РФ, признания в гражданстве РФ, а также в результате восстановления в гражданстве РФ и по иным основаниям, которые предусмотрены действующим законодательством. Прием гражданства РФ возможен как в общем, так и в упрощенном порядке. Решения о приобретении гражданства РФ в общем порядке принимаются президентом РФ в упрощенном порядке руководителем территориального органа МВД на региональном уровне. На территории Рязанской области данные решения принимаются начальником ОМВД России по Рязанской области. Кроме того, в зависимости от основания условий приема гражданства РФ, в каждом конкретном случае гражданину необходимо собрать определенный перечень документов. Для его конкретизации также необходимо обращаться в наше подразделение, либо непосредственно к нам в управление. Если это иностранный гражданин, то изначально, пребывая на территорию нашего региона, либо в Российскую Федерацию, ему необходимо здесь зарегистрироваться, то есть встать на миграционный учет и в дальнейшем получить разрешение на временное проживание. Вид на жительство и дальше при наличии оснований, предусмотренных законом о гражданстве, подают документы на гражданство. Есть определенные категории граждан, так, например, носители русского языка, соотечественники, участники госпрограммы. Они приобретают гражданство в более льготном порядке, то есть без учета пятилетнего срока проживания на территории Рязанской области. Для них предусмотрены также льготы по предоставлению определенных видов документов. Есть также категории, которые длительное время здесь проживают, на территории нашего региона, на территории Российской Федерации. У них также будет немножко свой порядок обращения и приобретения гражданства. Повторюсь еще раз, что для того, чтобы в каждом конкретном случае заявителю было проще и понятнее, вот эта пошаговая инструкция, она дается на приеме, на личном приеме, когда он обращается в наше подразделение. Людмила, если можно, немного больше конкретики по участникам госпрограммы. Кто это такие? Соотечественники, когда к нам приезжают, оказали добровольное содействие к переселению соотечественников, проживающих за рубежом. То есть эта программа действует давно, сейчас 90-х годов, но в нашем регионе реализуется не так давно. То есть для них как раз предусматривается и упрощенный порядок приемов гражданства, и определенные льготы для его приобретения. Поэтому это вот такая категория, сейчас она наиболее распространенная. То есть в основном больше массы идет людей именно это участники госпрограммы. Сюда входят граждане, которые прибывают к нам с территории бывшего СССР. То есть вот их больше массы, поэтому мы решили вопрос такой вот для них осветить. Вы уже сказали, что для участников государственной программы немножко упрощенная система вот этой подачи заявлений. Вот предусмотрены ли какие-либо льготы, выплаты? Да, предусмотрены. На территории Занской области с мая 2015 года реализуется государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию наших соотечественников, которые проживают за рубежом. Данная программа в основном направлена на поднятие социально-экономического развития регионов. Но законодателям в том числе предусматривается более льготный и упрощенный порядок приемов гражданства для данных категорий лиц, а также для членов их семей. Участником госпрограммы может стать соотечественник, свободно владеющий русским языком, достигший возраста 18 лет, дееспособный, который имеет право постоянного либо временного проживания на территории Российской Федерации, а также получивший временное убежище. Для данной категории лиц, ставших участниками госпрограммы, законодателям предусматривается такой порядок приемов гражданства без документального подтверждения владения русским языком, без документального подтверждения наличия законного источника средств существования, а также без учета пятилетнего срока проживания на территории Российской Федерации. Кроме того, рассмотрение заявлений у таких категорий лиц, о приеме гражданства Российской Федерации, также составляет до трех месяцев. То есть срок рассмотрения этих заявлений также сокращен. По общему правилу, в упрощенном порядке срок рассмотрения составляет до шести месяцев, в общем порядке до года. То есть для них такой более сокращенный период рассмотрения заявлений. А желающих-то много? Да, достаточно большое количество. За период с 2016 года участниками госпрограммы на территории нашего региона стало около 900 человек. То есть это достаточно значительная сумма. За период с мая 2015 года около 500 человек. Для участников госпрограммы, государственной программой предусматриваются определенные льготы компенсации, то есть меры социальной поддержки в зависимости от территории переселения. На территории нашего региона участники государственной программы, а также члены их семей могут обратиться с заявлением о получении компенсации за транспортные расходы, связанные с переездом к месту своего проживания. Также за уплату государственных пошлин, за документы, которые определяют их правовой статус. Это такие документы, как разрешение на временное проживание, получение вида на жительство, либо гражданство, российского паспорта, а также за выплаты пособий на обустройство. Для того, чтобы получить данные компенсации, наши соотечественники могут обратиться в управление по вопросу миграции УМВД России по Рязанской области с соответствующим заявлением. Принимаем документы мы каждый второй вторник месяца с 9 до часа в 116 кабинете. Так что можете подходить за консультациями. Мы все разъясним, подскажем, как правильно оформить документы. Поговорим о такой категории граждан, лиц, приезжих, которые уже длительное время проживают на территории нашей страны и нашего региона в частности, но до сих пор не имеют паспортов граждан Российской Федерации. Вот здесь какие-то льгоды или упрощенная какая-то система подачи заявлений и так далее, вот она здесь предусмотрена? На вопросах приобретения гражданства именно данной категории лиц мне бы хотелось отдельно остановиться, поскольку, как правило, это лица, длительное время проживающие на территории Российской Федерации, на территории нашего региона, но чей правый статус до настоящего времени, к сожалению, остается неурегулированным. Это в основном категории лиц, которые ранее состояли в гражданстве СССР, прибыли на территорию Российской Федерации до 1 ноября 2002 года, не принявшие, не приобретшие гражданство Российской Федерации в установленном законном порядке, которые не имеют иностранного гражданства и действительного документа, дающего право на проживание в иностранном государстве, а также дети этих лиц. Сюда же к этой категории относятся лица, которые были документированы паспортами граждан Российской Федерации до 1 июля 2002 года, то есть до вступления в силу на недействующего закона о гражданстве Российской Федерации, которые также в установленном порядке не было определено наличие российского гражданства, имеющего иностранное гражданство иностранного государства, но не имеющего действительного документа, дающего права на проживание в иностранном государстве, либо также не имеющие гражданство иностранного государства и действительного документа, дающего право на проживание в иностранном государстве. Также дети этих лиц. Для них в настоящее время законодателям предусмотрен также упрощенный порядок приемов гражданства в форме приема, либо признания. Но сразу хочу обратить внимание, что данные нормы законодатель ввел в ноябре 2012 года, и они носят временный характер, то есть действуют до 1 января 2017 года. В связи с этим и данной категории граждан, и другие лица, желающие приобрести гражданство Российской Федерации, по всем интересующим вопросам, по конкретизации перечня документов, необходимого для подачи заявления о приеме в гражданство, об участии в государственной программе по переселению соотечественников, могут обращаться в наши подразделения по месту своего проживания, жительства, либо фактического проживания, а также в наше управление по вопросу миграции МВД России и Паризанской области. Что ж, Людмила, я благодарю вас за эту интересную и чрезвычайно полезную беседу. Спасибо еще раз, что пришли к нам сегодня. Всего вам доброго. Ну а это была программа «Городские встречи». Мы благодарим наших зрителей за внимание. Всего вам доброго. До новых встреч.